господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного христос воскресе номер 146 вопросы события дня задавайте вопросы 5 мая 2016 года краткая маршрутка тем кому разрешено приехать на крещение 10 июля 2016 года воскресенье поселок потеряевка маммотского район алтайского края в озере с полным троекратным погружением от барнула до поселка потеряевка около 156 километров из них 16 километров проселочной дорогой для тех кто едет на машине если со стороны города барнаула то от него по трассе барнаул мамонтово километров 55 от барнаула до павловска это первое село на пути в село это заезжать нежелательно но при подъезде к нему дорога идет вправо в объезд получится километр на четыре длиннее если нужно заправить и тогда ехать через село автозаправка будет слева при везде далее заправки будут уже в селе ребриха от павловска до ребрихи около 50 километров с собой желательно иметь полную железную канистру с бензином это путь примерно на юго-запад иметь обязательно хороший автонавигатор объехав город павловск держать путь до села ребрихи не станция а села дорога одна и хорошая за ребрихой указатель покажет путь чуть влево на село мамонтово и село под стекло и на мамонтово главным автобусом идут барнаул мамонтово село а эти рядом ну и вокруг села это объезжает дорога в село не заезжает в паново от ребрихи она будет влево в ее не заезжать до потерявки тут уже дальше около 45 километров пересчете железно пересечете железнодорожное полотно и про эти мимо села по новые подстепные в которой не заезжать они останутся слева надо хорошо читать теперь смотреть справа указатель 73 километр и на нем свернуть вправо там видно съезд камни какие-то лежат вправо дорога асфальтная до съезда вправо на 73 километре указатель видна будет высоковольтная самое высокое напряжение 1 миллион 200 тысяч самое большое в мире напряжение это и дорога проходит под ней но она в действительности там 750 тысяч кузбасс кажется даетκιбастус далее справа и она будет железная дорога не бойけ приближается постепенно нигде не удалиясь от нее на трошки полевых дорог после пересечения железной дороги сразу повернуть влево вот как она идет дорога виляет по околкам так все держаться правее 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 на конец она выйдет прямо на железную дорогу после пересечения железной дороге, сразу повернуть влево. Ехать вплотную к железной дороге. Она будет слева. И через 3 километра примерно видны будут развалины бывшего разъезда. И вот, сломали. Разъезд подстепный. Дорога далее одна. И уже впереди, после развалин, будет видна роща слева и впереди. За ней поселок Потеряевка. На каждом повороте, не спеша, свериться с написанным здесь. Вот, которые заблудились, не хотели считать. Вот поэтому уже никак нельзя ошибиться, как показываю. Приходилось ночевать даже ночью людям. В случае большого дождя, дело будет вовсе не так, не проехать. Нужно будет звонить к нам и получить инструкцию. Или там ждать, где застрянете. И вот запасные телефоны, которые размножите в разные карманы, как инструкции эту. Не одна инструкция, что была, перепечатать, отпечатать. Ну и дальше, вот, первое, это, конечно, вот это, ко мне позвонить. Вот этот стационар, по нему больше двух минут можно говорить. Потому что по мобильному, по мобильному телефону рекомендуется говорить не больше двух минут и не больше, чем пять раз в сутки. Это вредно для мозгов. Вот телефоны, пересчитайте их. Отца Акима, Барабаша, старостной деревни. Пащенко Владимир Александрович там же находится. Савченко Виктор Николаевич. Если же едете поездом с любого конца, через Новосибирск или через Кулунду, то спросить, если поездом, есть ли у поезда остановка на разъезде под Степной. Вот это очень хорошо, надо понять. Это наш разъезд. Никаких ошибок не должно быть. Было так, что слезали раньше 50 километров, и теперь только идти пешком. Там никто не встретит. Если нет, то это дополнительные расходы. Кто встречает, будут, конечно, надо все оплатить. Да и поедет ли еще, неизвестно. Билет тогда брать до станции Корчино. От нас около 20 километров. Корчино. Вот это тоже нужно очень хорошо запомнить. Никаких других не искать, потому что вы не знаете. Это ближе всего к нам. Коснется встречать, так, 20 километров. А с Веребриха там 50. А оттуда звонить, чтобы вас забрали. Как кто налегке, может пройти пешком по шпалам и увидеть слева Потеряевку среди березовых колков. Если едет со стороны Кулунды, то прям по ходу поезда идти. Можно кого-то спросить, где Потеряевка. По шпалам, если за околками увидишь. С собой обязательно каждому брать. Что, две простыни и на облочку. Обязательно, кроме обычной обуви, взять и резиновые сапоги. Пояс. Платки, женщинного платка. Пояс обязательно. Бритых не крестят. Вот это даже не надо. Там какая-то щетина, вот сколько уже слышали, значит, не очень-то нуждался. К курящим даже не приближаться. Они не имеют права въезда вообще. И заранее шить белый халат для крещения длиной до пят почти. Если можете, то для питания привезти хлеб. Можете даже спросить, вот в прошлом году были у нас люди, которые принимали крещение, заранее спрашивали, мы думаем так, если вот так-то встретите, то у нас еще деньги высвободятся, можно что-то купить. Ну, я сказал, для детей там печенье, пряники, ну и с собой хлеба. И там муки, я говорю, сахара нету. Так они, я не знаю, мешка, наверное, два или три по 50 килограмм сахару привезли. Ну, разное. Это не... Можете, кто имеет возможность, купить. Вот что нуждаемся там? Сахар, хлеб. Приехать хотя бы за несколько дней, ранее будут занятия и беседы. На несколько дней. Можно на неделю раньше, можно больше. Особенно, если малые дети. Это детский лагерь. И особенно хорошо, когда приезжают группой. Приезжали, это у нас с Красноярского края, приезжали с Украины, с Москвы. Группой. Тогда есть воспитатели, они сами помогают готовить обед и прочее. К каждому путевка высчитывается. Нынче путевка у нас месячная. Примерно будет 6 или 6,5 тысяч рублей. Хорошо, просчитайте свои возможности выехать обратно средства. Тут ни у кого ничего нету. Так, чтобы побыли, не заплатили. У нас такого ни разу не было. У нас ничего нету. У меня пенсия 6 тысяч, теперь добавили, 6 тысяч 500. Все на этом. Из этого исходим. У меня все 100% уходят. Не 90 даже. В этом 16 году у нас здесь деревня будет отмечена 15 мая. Вот сколько просятся. А можем приехать, посмотреть. Нельзя смотреть. Но вот если на своей машине и получите разрешение, пишите еще полторы недели. В другое время будет запрещено на год. Это один день, день открытых дверей. Категорически запрещается приезжать без разрешения. Вот в этом году. То есть полторы недели осталось. Крещение в озере с полным троекратным погружением согласно православных канонах будет 10 июля. Повторяю, это не июня, а июля. Заезд в лагерь будет где-то 8-10 июня. А здесь июля. Юрий Соболев пишет. Игнатий Тихонович, вы не заблокировали меня в моем мире? Я не могу вам отправить сообщение. И не вижу нашу переписку. Видите, какое значит. А могу я его заблокировать? А почему нет? То есть было такое неоднократно. Что-то неладный человек говорил. Не слышит, что ему говорят. Ему переписка-то и не нужна. Он себя выставляет. 2-3 предупреждения заблокировал. Черный список и на этом все. У меня в черном списке я посмотрел, наверное, человек 150 уже занесено. Ну, разное там, разные хулиганье. Я и не знал черный список. Это меня Сергей Добродеев научил из Новокузнецка. Там, говорит, есть такая, что можно занести их и они больше к вам не будут лезти. И дальше. Ну, я проверил все, все нормально. Он говорит, все. Вдруг открылось. Не знаю, говорит, или это администрация, или какая причина. У меня было такое. Посмотрел ролик, это не спор. Печально, что все так у брата Виктора. Все так. Ну, как есть. Ну, хорошо, а я, ну, скрыли бы тогда еще это. Лучше. Мы не марафетим нигде. Вот оно есть такое. Так и сказали. Вопрос возник неправильно. Там вот мы с Игорем Добуновым здесь беседуем. Собеседник-то непростой. При всех аргументах брата Игоря, это Добунова, и аргументах по-своему верных и справедливых, все же я согласен с вами. И не потому, чтобы угодить, а потому, что это стало проявляться с самого начала, с лета. Первый очевидный звонок это решение Виктора уйти из семинарии. Я вам писал о том, просил сказать об этом Виктору. Я сказал, закончи. Не будешь священником, это уже почти определенно. Не будешь. Почти определенно. Ну, а дальше как Бог сделать? Ну, послушался. Год проучился. Причина какая-то. Причина, конечно, была не в курсе истории религии. Виктор хороший человек и благовестник. Мне он искренне симпатичен. И очень жаль, что такое оборот дело приняло. Буду молиться за него. Вот видишь что? И многие стали откликаться и молиться. У него семейная такая ситуация. Жена после вещания она поехала домой. Ну, интересно, когда еще мы были во Франции, я сразу сказал, если в гости к нам поедете, то назад возврата нету. Это не игрушка, это не соседняя деревня. Почему я всегда за женитьбу? Своя, что была рядом. В деревнях, ну, в соседней деревне, но не из другого государства. Она не будет сидеть. Она послушания не знает. Это советская женщина. Но еще спрашивает дальше. И вот она будет снова туда и сюда. Вся зарплата, все будет уходить на ваэрофлот или на железную дорогу. Размышляю, что же не достает христианину, даже если он и знает и делает все вроде и правильно. Не хватает именно настоящей жизни христианской. Вот видите, как точно все подмещено. Человек грамотный, внимательный и неспорливый. Вот. Не хватает. Повторяю, это абсолютно единственно верный ответ. Единственно верный. То есть другой даст, он не будет такой. Не хватает. Повторяю, не хватает. А как это не хватает? Ну, не жили так и все. Настоящей жизнью христианской. Не закамуфлированной, а ясной и четкой христианской позиции во всем. Чтобы ни у кого не осталось сомнения. Да, это настоящий христианин. Я готов за свои слова поручиться. Может, именно поэтому у людей такое разочарование от многих священников. Мол, я имел представление о нем именно как о настоящем христианине, но он оказался обычным человеком. Вот на это становление в статусе христианина обращаю все чаще свое внимание. Ведь можно и крещеным быть правильно, и писание знать, и в церкви быть, а христианином не быть. Абсолютно точно. Меня жизнь в Бурмарде, это Ричарда, заставила задуматься в Румынии, как он сидел. Он пишет, что выйдя из тюрьмы, он не помнил совершенно ничего из Библии, но помнил лишь о Христе. Ничего не помнил из Библии, тем более это протестант и православный. Для меня это непонятно. Как так? Я тоже был в вузах, был в тюрьмах, но у меня наоборот отточилось до филигранной точности. Если было где-то там стих не так, все на память. У меня с собой был Новый Завет, я считал, но он в другое время был, там не разрешалось. Когда мне операцию делали, был под наркозом, и говорят, память, наркоз сильно уменьшает, отшибает, я так боялся этого. И стал в себя только приходить, и первое, что начал, про себя лежу, лежу, врач, медсестра, я в реанимации лежу, и что начал цитировать про себя, третью главу Евангелия от Иоанна. Прочитал все, давай стихи читать про себя, боль, отходят, там что, ну, операцию, у меня три грыжа, настройки всю, жизнь проработал, от тяжести раздавлены позвонки, кажется, эти межпозвоночные диски, не позвонки. Вот, ну, гляжу, вроде ничего, память какая-то осталась, сразу начал цитировать, значит, как он мог не цитировать, об этом хорошо Солженицын говорит, как у них щетки были, гулаг, гулаг это, и в Румынии он был, но остался христианином, совершенно ничего из Библии, но помнил лишь о Христе, но остался христианином, и еще каким, вот и размышляю об этом, Инатий Тихонович, это я ему отвечал, это в моем мире что-то случилось, и меня выкинул оттуда, и пришлось набирать кривые буквы, одновременно с ним, и цифры, и потом начали скидывать мне коды цифровые на телефон, чтобы я их ввел, и уже ночью снова все заработало, одновременно у него, у меня, это не происки, или счета, так думаю, хотя всегда первый вопрос, у меня ли так только, или у всех, если у всех мне нужды нет, если у меня, значит, начинаешь думать, где что не так, писать куда-то, если у всех, то я ничего не предпринимаю, я только молюсь, проверил в моем мире, так и остались мы с вами, дорогой брат Юрий, друзьями, и вся переписка наша на месте, вот, в моем мире, так что там, смотрите, может быть, пароль вам нужно поменять, как к тому у меня понудила система, или администрация, Юрия Соболева, все наладилось, Игнатий Тихонович, слава Христу, причина так и осталась, мне неизвестна, видимо, какой-то сбой системы был, мне кажется, ясная причина, по которой люди, покинувшие вашу общину, или восставшие против вас, теряют веру, вы заметите, как он рассуждает, вот, когда человек во вражде, разлучается с тем, с кем ранее были теплые отношения, он старается избавиться от всего, что напоминает ему о бывшем друге, а стихи Святой Библии, напоминают о вас, златоуст, о вас, монашество, о вас, благовестие, о вас, и так далее, причем, напоминает, одновременно обречает нерадение самого человека, его лень, небрежение, беззаконие, что делать? Задвинуть все это подальше, следствие, утрата веры, такая вот прямая взаимосвязь мне видится, но я об этом говорил, может, считали раньше, потому что были у меня такие люди, которые ходили на занятия, вот один такой сейчас по Теряевке живет, ходил, но когда ожесточился, то, говорит, а я и до занятий все знал это, ходил, регулярно, два раза занятия в неделю были, вторник, пятница, по два часа, пара часов называется, ну и, когда он решил все вот это отрезать, зашлифовать, я все знал, это Бог и делает, а я-то молюсь о нем, мне его жалко, я так и продолжаю молиться, а он это сказал-то 10 лет назад, или 15 лет назад, и вот что интересно, как бритва и отрезала, он возвращается на то самое положение, где он был до встречи в университете, а у него там ничего и не было, у него ничего и нет, теперь что, выпивка, ожесточение страшное, не человеческое, все время скрываться, прятаться надо где-то, ни в какой общественной работе не принимает, и все, как говорится, бухтит и бухтит, один раз я решил к нему поехать на поле, он коров пасет, и, ну какой-то, надо выход делать, я пришел, ну прости меня, если еще не так где-то, поговорили, по-хорошему помолились, я приезжаю пораньше, он коров попозже пригоняет, ну и стоим напротив его дома, а получилось так, одна сестра фотографировала, а одна такая, неразумная там, а, меня фотографировали, я не хочу, давай рукой чуть, хвататься за фотоаппарат, и они стоят, что делать, я говорю, ну ты, скажи ей это, то другое, он идет, это время от коров, только что молились, на поле были вместе, идет, он не слышал ни одного слова, проходит, а я не слышал, ну что он вам тут впаривает, вот слово это впаривает, то есть для него не действует ничто, нету, большая беда, несчастье, там трагедия, людей приближает Бога, его только отдаляет, обязательно найдет товарищ, это те, у которых у нас были 14 человек, торговали на базаре, торговали, все давно упали, я не знал, что такие последствия несет торговля, а эти двое остались, остались и оба одинаковые, между собой так и сойдутся, где выпить, и больше ничего нет, ну один выехал с потерянки, второй теплится, давно бы уехал, если бы не жена, вот, страшное состояние, это ожесточение, я каждый раз, когда говорю, а у вас такое не бывает, да сохрани Бог, вот это ожесточение, вот эта ненависть, зло по мнению, если даже зло сделать, златоузг, вот уподобляет демону, дьяволу, демону уподобляет, вот так, такая прямая взаимосвязь, и кто благодарный, благодарный, самый благодарный из всех, которые были у меня, это отец Геннадий Фаст, он везде в интернете, везде говорит, а был преподаватель Томского университета, там физика, кажется, математик, преподаватель, молодой, и руководитель у баптистской молодежи, он из Минонеза, немец, и он везде, везде, где бы он ни был, везде поминает, как он пришел, как мы встретились, как беседа затянулась у нас до полпятого утра, кажется, 30 сентября, 1987, кажется, года было, ну, то есть, все, и он самый плодоносный из всех, стал после этого магистром богословия, закончил семинарию, академию, вот что значит благодарность, он ничего не отрезает, я стою с банкой, с краской, а вы в это время красите базу, ремонтируете, он все подробно помнит, благословенный, убогий человек, но все равно не угодил, на него архиерей, там был Антоний, начал нападать, и тогда там Кураев за него наступался, мир вам, братья наши, Володя, Никита, Виталий, Христос воскрес, это я пишу им, как вам там хорошо, всегда есть работа, а я тут мыкаюсь по мелочи, на потыкушках, вчера пошел виноград подвязывать там куда, ну, то есть, дело-то нечего, тут мыкаюсь, если бы кто-то так сумел сделать, чтобы утром рано, и я был бы вдруг уже в потеряевке, пусть не с вами на одной работе, а пусть бы я и налична, то сколько еще мог бы переделать-то, а вечером, пусть бы и в потемках вдруг, и нечаянно жданно, то есть я этого ожидал, оказывался бы тут, на ползуновом Варнауле, и так бы каждый день-то, то все эти ямки для пирамидальных 50 тополей, которые отец нашего староста, Виктора Александровича, Александр Александрович Барабаш, из села Табуны, так, и 40 новых березок, они там не посадят, и еще, мог бы один выкопать и посадить, не задействуя вас, плотинных и огородных рабов. Что ты болуешься, кошка? Вышел, вот, покормил своих породистых голубей, сезарей, никорей, пшеницей, семечками подсолнечными, которые, кульки, завсегда у меня в карманах, и они за мной, как домашние, по двору летают, куда бы я ни пошел. Интересно, здесь даже, вот, под окнами яблоня растет, и трава высокая, голубей тут не бывает, но они мне доверяются так. Я пошел виноград подвязывать, и они вокруг меня, голуби, дикие, даже которые у меня породистые, домашние, так за мной не, как раз, они не бегают. Так что на чердак, на голубятню лезу, и они уже лезут, но им нельзя туда, там кошки, а открыты, чужие, не дают дверку на чердак открыть, туда за мной спешат. Я тут же семечки бросаю, тут же на лестнице стою, они передо мной на карнизе, прям гурьбою, ну, голодные. Даже во сне с вами, вчера лег в 23, а в 3 уже был за компьютером, посадка новых видеороликов, и закачка спешных. Вчера Игорь Третьяков провел первое занятие с детьми здесь же. Потом посмотрите, на следующей неделе будет уже на нашем видеоролике. Он меня кое-где спрашивал, кое-где здесь через дефис надо писать, но это не имеет уже никакого значения. Так ли говорит? Ну, а я тише воды. Только в конце сказал, что был перерыв. Дети устают быстро, и внимание их не на слышанном. Они в лагерь сам уже собираются. Утрами записываю ежедневные утренние ответы. Один. Вот я сейчас записываю. Качество, конечно же, не сравнишь с тем, когда другой записывает. Ну, а как я могу по-другому сделать? Ну, никак. Да хоть бы показали сразу. Ну, вот я покажусь. Еще из этого изменится. Вот я здесь сижу. Ну, видно, иногда рукой махну тут. Видно. Вот Виталию, который приехал, Калининников. Вот его первое, как его встречали. Я не могу поставить, оно состоит из нескольких роликов. А ролики эти будет другой человек, где он в другом месте. Я воскресенье только отошлю, и на той неделе оно будет. У нас, получается, Виталий дает интервью, а самого еще не приехал. Как приезжает он, и как встречает, будет попозже. Так что это, ну, перемена роликов будет. От меня не зависит это. Не делать совершенно никаких движений руками зря. Вот сидит он все время, машет что-то. Не надо это делать. Мы не итальянцы. Нужно как англичане быть, выдержаны. Как на этом разговоре с Володей. Потому что увидел, понял, что на серьезное дело тебя, Виталий, пока не возьмешь. Иначе и раскаешься, и намыкаешься. На полпути можешь скинуть все, и носилки придется одному волоком тащить. Я знаю таких людей. Легкомысленный Дэнди. Думаю, знает он слово. Или нет. Написал, застрявший в своей инфантильности. Ой, думаю, да это опять слово-то непонятно. В детском разуме. Где накормили, там и хорошо. Своеволие несет, как порошинку, то есть по ветру. Здесь представляются моменты это понять, а потеряй в какие-то, и начать жить серьезно. У тебя не более, чем всего-то, лишь одна жизнь, Виталий. Ты спроси Никиту Андреевича Колесникова, какой куплет его тронул, когда мы переписывались. Еще он на Украине был. Я ему написал, когда он там был, а он потом запомнил это. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Это не мое. А я вычитал в газете, будучи в армии, запомнилось. Укрепись, не взумай бежать, выискивай благовидные причины для оправдания этой трусливой психологии. Это видно было в видении. Это у Симеона было, уродива. Видел, там, кажется, Макарий Александрийский. Демоны, эфиопами называется, ходят по храму, и на кого бросят цветок там, то засыпает. Этот, находит благовидную причину выйти из храма. Кому глаза трунут, засыпает. Не сам по себе. Расспроси Володю по этой теме беглеца с поля боя. Он бегал тоже. И запишите ролик на эту тему. Как Володя подобное пережил. И что потом было? Это же и твое рядом под мышками сухими. Что означает сухими? То есть не перпотеешь лишний раз. А как вы знаете? Вы же не были с ним. Спортом занимается. Даже батюшку спрашивает. Спортсмены, это на показ. Пусть никто не знает, что ты спортсмен. У нас в Потеряевке, у меня там высокие такие качели сделаны, и шест. Шест из осины. Занозных никаких нету. Ну и поднимись как. Ногами обхватывай, залезть не мог. И вдруг проезжают трактористы в соседней деревне, в Корщино. И один подходит, берется за этот шест, а то у вас что здесь? Да подниматься по нему. Он берется и, не помогая, ноги по струнке вытянул, и руками поднялся кверху, а это метра четыре, если не больше, кверху. И спокойно опустился, опять поднялся. Вот я понимаю, по канату так же. Один пришел, в лагере был, над вытянутых руках, вокруг наматывается, называется солнышко делать. Вот у нас один был такой, тут у нас ограда, выходите из лагеря. Он разбегается, но как он будет прыгать-то? Он прыгает в воздухе и падает на руки, уже на той стороне перевернулся, стоит на ногах. У нас уже солидный опыт по теме спортивных занятий. Это лентяи закоренелы, то есть спортсмены. Им бы хвастануть перед зрителями, а так, если нужно копать, носить, бери больше и кидай дальше, это не работники. А они в тенечек, в шалаш, заползут на час по два раза. У нас тут были заезжие спортсмены ухари, совершенно негодный товар. И далее я привожу местописание, вы просчитаете. Первое коринцев, 9.19, ну и дальше. Вот, я как делаю, жирным выделяю, курсивом и красным. Христос воскрес! Утро проверяет старшая, Татьяна Кузьминейшина. Вот, показываю, как это у нас делается, почему нужно остановиться, искать, правильный путь. Вот видишь, как я его украшиваю. Потому я боюсь не так, как на неверное. Боюсь не так, чтобы только бить воздух. То есть, надо потеть. Но смиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Вот этот пакетик, вот это вот, все места, нужно заучить наизусть, чтобы и во сне лишнего движения не сделать, не елозит руками, силу зря не стратить, а все на дело Божьей любви. Заучить всем троим наизусть, на картоночку и в карман. Володя это делает, научит. Работать руками, работать умом, работать без устали ночью и днем. А там уж что будет, то будет пускай так. Ну же, работать мы дружно, давай. Вот я его покажу другим, светом. Так украшаю, когда у меня, ну получается, другие это посмотрят когда-то, еще раз. Вот. Если четверть века позади. Вот смотрите как. Синим, красным, вот так у меня на форуме все оформляется. Федоров Амулевский, его мало кто знает. Будущее свободен от всех, Павел говорит. То есть, как это от всех, я поясняю. То есть апостол Павел не был заложником никакой человеческой системы. Ни патриархии, ни сектантской. Самое обманчивое это миссионерские отделы. Ложь. Сто процентная. Их нельзя сделать. Это подмена. А сатана принимает ведь там дело света. Нельзя отделы эти сделать. Почему? Там все от Духа Святого. Понимаете, люди не понимают. Грамоту там составляют, что-то пытаются пророчествовать. Липа. Фикция. Ну, а как же так отделы? Ну, вот сатана. Это от Бога не может быть. Это обман. Поэтому это пустозвонство, пустоцвет. Нужно умолять Бога, что были исполнены Духом Святым. И по два. Все отделы. Самое большое количество в отделе это два человека. Два. Ну, а третий шофер. По два Бог посылает. А остальные только могут помощникам. Два-три выше где-то. Если исполнен Духом Святым. Почему? Он должен быть в Духе Святом. Обращать человека. Для этого златоуз говорит нужны тысячи талантов. А это совершенно бесталантно это. Из миссионеров я практически ни одного не знаю, который был бы поистине глубокий, талантный, талантливый, незаложник системы. Вот Олег Стеняев, он единственный, который прямо по Библии говорит, ну, тоже заканчивает. Сделать нужно хадж. А какой хадж? Ну, путешествие, паломническую группу. Ну, какой ты миссионер? Паломническая группа. Где это вы видели? Какие группы были у Павла? Кто ходил-то? Ну, Липа. Это заложники системы. Подделаются и боятся. Главное качество. Свободен. Свобода от всех. Вот у нас приезжал митрополит здесь. Он местный митрополит. Вот. Сергий Иванников. Московский патриархат это. Ну, и во время службы ко мне я захожу тут и прочитать. А он говорит, скажи проповедь. Как к кресту подхожу, скажи проповедь. Видите, это у меня не один митрополит был, с кем я служил. Вместе он был на богослужении. Я сказал проповедь сотворим человека по образу подобия нашему. И выделил только одно качество. Свобода. Где нет свобода, ничего нет. Дух Господень, там свобода. Дух Господень не может быть рабом. Вот. Если ты свободен, у тебя должно быть все твои качества вот так пригнутые. Дух Святой должен быть. У нас все хоть одно торчит, но так требуется обстановка. Дух Святой не будет тебя обходить. Он тебя покинет. Свобода. Бьются за свободу, а сами не знают. Рабы. Быть свободным в Духе Святом. Не заботясь о последствиях, о себе. Вот так. Будущий свободен от всех. От всех. Чтобы ни епископ над тобой не командовал никто. Ты все время должен прислушиваться, что Бог скажет. Они не понимают, это обольщение. А что? Прелесть, гордыня. Прелесть, гордыня. Ну, а дальше еще. Ну, тут только теперь дальше хватает. А тщеславие еще. Какое тщеславие? Если ты должность занимаешь, а у которой миссионер, у него ничего. Работа, труда, опасность и дорога. Всюду везде опасности. Ирина Ачеляна, это Америка, пишет. Игнатий Тихонович, мир вам и Христос воскрес. Вам также, Ирина, мир и Христос воскрес. Воистину воскрес. Книги ваши считаем, особенно трехтомник, Новый Завет с толкованием. Благодарим и смотрим ваши ролики, поучаемся и видим только назидание, только назидание и полезное для души наших. Вот понятно, что какое расположение. Купили книги. Дай Бог здоровья вам и храни Господи вас и ваших близких. Все вместе, если взять по долларам, с пересылкой, это может быть 1200 долларов, 38 книг. Примерно так, с полной пересылкой в Америку. Михаил Кальмаев пишет сегодня, 6 часов назад. Потерянную веру ищущие находят потеряевки. Вот это Виталий Калиников сказал. Потеряевка не просто так, оказывается, носит такое наименование. Не только географическое, каким образом она расположена на местности, но и духовное ее место, определенное Богом. Видите, как начинают люди размышлять. Это первые были Потеряевы, поселение было. Венедикт, там перечисляют которые, Иван. Все очень промыслительно. Интересно, красным подчеркнулся, слово промыслительно система не знает этого слова. Даже название. Потерянная вера, это вера евангельская. Вера, какая потерянная, не потерять, если она потерянная. Вот, Филипписам 1,27. Вера Иисуса Христа, которую Он, вот тут маленький, но я не знаю, как большую букву вставить на этом. О, вот видите, какой, ну, что спрашивать-то? Хотел поставить, чтобы большая буква была, и туда нажал. Вот. Передал своим ученикам, тоже, какие буквы, как ставят, большую букву, я не знаю, на телефоне, как ставят. Видимо, и Михаил не знает. к сегодняшнему дню, уже почти забытую, затертую, глубоко спрятанную под многочисленными преданиями и суевериями. Евангельских христиан нету, баптисты, другие, это отступники. Они не знают, что вне церкви нет спасения. Церковь, и епископ им называют, все самозванство. Теперь много вер. Это вера православная, католическая, баптистская, но только не евангельская, не апостольская. Но милость Божия велика. Именно в России нашелся человек и место, где можно припасть к источнику этой живой веры. Приходи и пей, сколько сможешь. Бесплатно. Всех жаждущих Бог напоит. Молодец, Виталий, что приехал. Если Бог тебя открыл, что Игнатий Тихонович не сектант, то учись, как братья, прилепись к Игнатию Тихоновичу. Сейчас будут другие сектанты писать. И ко Христу прилепляйся, и ко Христу. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Терпеть не могут это. Не пожалеешь. Но это свернуть, это, она взяла ее лишнее. Вот. И что интересно, вчера вот у меня было стихотворение я поставил. Называется как-то там про Матиуса Руста. Немецкий голубь перестройка. Вот посмотрите, я беру скандальный полет 28 мая 1987 года. Мне рассказывают, ну, все это про Нибу. Вот оно, полет над Кремлем. На Красной площади там какой-то Васильевский мост или как называется Москворецкий. Не знаю еще. И он там посадил и подкатил на этом, на своем самолете Сесны. И дальше, что с ним было? И вот эти в живую, в живую все эти маршалы, все эти показаны, как они перее... Это спланированная была операция. Вот пока говорили, кто-то зашел опять. Ну, ладно. Роман. Роман. Христос воскрес. Христос тут воскрес. И Игнатий Тихонович, он воскресит в последний день с большой буквы. Саша Зорин. Еще он хотел. А я хочу купить Евангелие. Вот. Ну, хочу купить Евангелие, надо будет отвечать. Это не православный человек. И он нигде так. Вот такие есть люди, которые... А я никому не подчиняюсь. То есть, ну, ты думаешь, что не подчиняюсь. А вот и мне церковь. Это-то он еще не меняет. Дело-то. Ну, вот отвечу я ему, сколько стоит. Трех томник, три тысячи, плюс пересылка. Это не ее цена. У нас чуть не в два раза дешевле книги. Как они изданы, показывают. Любую библиотеку украсят. Самое... У меня прошли библиотеки Ленина, в Дании, в Королевской библиотеке, где мы подарили эти книги наши. Подарены. А участники покупают. Вот теперь я посмотрю еще что. Вот. Mail.ru Это моя страница в моем мире. Люблю эту систему. Вот она где. Волнуется. Так. Вот. Что тут? Сейчас посмотрю. Почему-то она не пошла тут. Волнуется пресса. Задавайте вопросы. Волнуется пресса. Мирская печать. Вот сколько судебных издержек. Тебе подсудимый не стоит. Вот. Видите как. Это что же получается? Я сюда перенес. Ага. Вот я на месте прямо сейчас покажу. Вот это было когда у нас вчера волнуется пресса. Мирская печать. Вот я сейчас открою его здесь. На этом. Не, считать. Волнуется пресса. Мирская печать. Про мать его саруса я стихотворение написал. Вот оно. Я его сейчас прочитаю. Считать дальше. Вот оно. Все о нем выставлено. Волнуется пресса. Мирская печать. О, сколько судебных издержек. Тебе подсудимый не стоит молчать. За что арестован, задержан? Кому ты летел? Протирая очки. Сверяясь по карте, минуя радары. Последнее слово. Мальчишка почти. За что ты министра ударил? Около двухсот человек уволено было. До министра обороны. Соколова. Это были противящиеся перестройки. Это хорошо спланированная вертакция была. Там провода убрали с моста, где он мог сесть. И вот он подсидел. Четыре года дали, а он там в три раза меньше отсидел. Пройдя многослойную ПВ-защиту, кого ты искал над Кремлем? Стань, рыцарь отважный. Отныне, мальчишка, планета зовет вас орлом. Это я ему пишу. Моника, мать, рассказала без страха. Ты в детстве придумал игру. Страну, где тебя изберут патриархом. Как Тихона все изберут. Это в детстве было. Да потом он куда попало поплелся. И эту страну, называя Лагония, не слышал ли клики голодной толпы? Не видел ли жертвы невинной агонию с недетской садясь высоты? История помнит величие мании колонии страдающих груз. Колонии страдающих груз. При Бисмарках звали Великой Германию. Святая же названа Русь. Святая когда-то, Кондовая Русь, Максима Манила, Мятежного Грека, Собор Покрова, Видит Матиос Руст, Закрыв осквернителем крепко. К своим, не к чужим, Патриарх с высоты Недетской мечты исполнения. Дорожек не стелет, Не мечет святые В день славы Христа Вознесения. То есть это день Воздушного флота И день Вознесения. Христос Вознесся. Вообще все подогнали Под эту дату. И как раз Горбачева дома не было, Он уехал. Все спланировано было. Все признают, Была филигранной точности Продуманная операция. Для подданных С миссией мира спешил, Но камеру плотно закрыли. А здесь Патриарх Затворе бескрыл, И он им напомнил о крыльях. Ни суть, ни родные Не могут понять, Ни ради сенсации награды. Летел Патриаршился Срочно принять К спасению, ломая преграды. 8 декабря 1988 года. Видите как. Вот это Такое получилось Написал ему. Вот он где. Ну и второе Это у нас наш Форум. Вот открытый Он был темным здесь делают. Администраторы Как-то умеют делать. А тут Вот батюшка Отец Аким стоит Как раз Воистину воскрес Христос воскрес А тут Батюшка Кадил Кверху поднимает При входе в храм Приветствует Светильник Радостный такой Ну вот так Это 1590 Тем разные Богатые Ну и наш Видеоканал Вот Видеоканал Я вам сейчас покажу Как он выглядит Вот он как Видеоканал В открытом окном Во свете Библии То есть 4600 Видеороликов Наших Вот сегодня я поставил Концерт В Потеряевке Вот он где 57 минут Пащенко Владимир О себе Свидетельство Его 21 минута Дальше Вопросы События Я вчера записал 55 почти минут И ответ В ответе Библии 24 уже 10 А вот Которые я даю Потеряевке А в Потеряевке Их здесь нет Они далеко Поставлены были Я замки снимаю Они не появляются Их дальше надо искать Вот сегодня В этом Это кажется 41 Уже Это занятие Которое вел С 1991 Года Да Потеряевка Начала восстанавливаться Вот так Радостное известие Тут Наши учили Здесь Кончили Учиться Некоторые Институт Кончили Они возвращаются Из города В Потеряевку Вот это нужно было бы Кое-что Уже понимать Начинают Ну вот Самое большое Что у нас есть Самое большое Богатое Это Сайт Во свете Библии Православный Библейский сайт Если на него зайдете Игнатий Лапкин Сайт Во свете Библии Вот здесь нажать Нажать На форум Сразу перейдешь Нажал на видеоканал Самое ценное Во всем Что у меня есть Это вот эти 4124 ответа Думаю Что сегодня Никто так не ответит Никто Почему Несвободное Вопросы И вопросы И вопросы Поэтому Ответы Это я давал В университетах В школах По радио В милиции В воинских частях То есть Очень и очень Много было Это малая часть Вопросов Какие мне были заданы Здесь книги Про лагерь Про детский И вот какие вопросы Есть Задавайте Богу нашему Слава Во веки веков Вот посмотрю Сейчас как дела Обновлю Что сегодня Подставилось Вот оно О События дня 145 Уже вставилось Занятия в потерях Вот оно где 43 Я его оттуда Переношу сюда Кто не знает Заходите в мой мир Тут вот эти Вот этот ролик Он далеко Там Открывается Но далеко На ютубе А здесь он Я его на первое место Вытащил Вот концерт Вот сегодня Что он говорил Вот все уже здесь Выставилось Ну а это Ответы Вот сколько вышло Вчера вот Виталия Интервью тут брали Богу нашему Слава Во веки веков Аминь Ой Выпущать надо Что тут делается Что кошка тут Лазишь Ого 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 Ого